Друзья, всех приветствую на торговой стесе вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Омаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по бизнес-оптимизму с Югермании в 9.00 по GMT. Далее в 12.30 по GMT статистика по инфляции в Канаде. И в это же самое время выйдет отчет из США по роничным продажам. Очень важно сейчас следить за макроэкономической статистикой, потому что мы фактически в одном дне от судьбоносного решения Федрезерва, которое будет предполагать снижение ключевой процентной ставки. И чем больше слабых отчетов сейчас будет, тем выше будет вероятность того, что ФРС позволит себе довольно решительный-радикальный шаг по смягчению политики сразу на 50 базисных пунктов. 13.15 сегодня по GMT также данные по промышленному производству США. Индекс доллара текущей котировки 100.40. Мы постоянно следим, друзья, за инструментом FedWatch Tool, который дает объективную оценку вероятности потенциального изменения ключевой ставки. И если, опять же, вчера просто ликовали, когда видели показатель вероятности снижения ставки на 50 базисных пунктов на отметке 57%, я попробовал и постарался для вас детально проанализировать фон последней недели, объяснил, почему мы наблюдали конкретные движения по индексу доллара, что, в принципе, стоит ожидать от доллара дальше. Сегодня, если мы посмотрим на инструменты FedWatch Tool, даже несмотря на то, что в ходе торговой сессии понедельника не было никаких значимых релизов, которые могли бы повлиять на рыночное настроение, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов уже составляет 69%. То есть рынок уже благополучно склоняется к идее того, что ставка будет снижена более значительными темпами. И я думаю, что нам не нужно выдумывать каких-то причин и по-прежнему спекулировать на идею того, что когда-то был консенсус, который предполагал, что ставку снизить на 25 базисных пунктов, поэтому сейчас этот сценарий скорее более вероятен. Судя по тем данным, которые я сейчас озвучил, американский регулятор снизит ставку на 50 базисных пунктов. Заложено ли это снижение в текущий курс американского доллара? Я думаю, что частично да, потому что мы наблюдали за последние несколько дней, особенно в конце прошлой недели, просто гарантирую американского доллара. И это как раз и было следствием того, что рынок еще раз проанализировал данные PPI, CPI, еще раз вернулся к отчету на Фармпэрл за прошлый месяц и вспомнил риторику Джерома Павла относительно того, что же влияет на позицию американского регулятора, что будет с ключевой процентной ставкой, если будут зафиксированы прогресс в снижении инфляции и регресс на американском рынке труда. Объективно и то, и другое уже было достигнуто и уже произошло. Поэтому сейчас, друзья, я полностью разделяю точку зрения рынка о том, что можно снизить ставку на 50 байсных пунктов. Сегодня выйдут данные по ровничным продажам и промышленному производству. В целом, ожидание не самое лучшее по ровничным продажам. Эта статистика за прошлый месяц ожидается прирост на 0,2%. Это в 5 раз хуже, чем показатели двухмесячной давности. Промышленное производство. В прошлый раз у нас были отрицательные значения. Снижение в июле на 0,6%. Сейчас ожидается нулевая динамика. Но думаю, что, скорее всего, будет также снижение на 0,1-0,2%. Поэтому слабые отчеты могут сегодня еще больше склонить инвесторов к тому, что экономика нуждается в более активном стимулировании через более низкую ключевую процентную ставку. В этой связи делаем вывод, что короткие позиции остаются в приоритете. И, возможно, даже до оглашения итогов завтрашнего заседания американского регулятора, который стартует сегодня, мы уже, друзья, протестируем уровень 100 пунктов. Золото 2,578. Если вы все еще находитесь в длинных позициях, то с учетом сегодняшнего краткосрочного незначительного отката вы должны, друзья, задать себе вопрос, хватит ли у вас смелости сидеть в этом инструменте, если коррекция будет более значительной. Потому что если рынок пойдет вниз, и вы поймете, что у вас была хорошая плавающая прибыль, вы ее не сфиксировали, и теперь, может быть, оказались в ситуации, когда equity уже ниже того, с которым вы начинали работать, виноваты будете только вы, друзья. Поэтому примите решение, готовы ли вы рисковать с учетом того фона, который сложился из-за действий институционалов, из-за повышенного спроса на золото со стороны центральных банков, со стороны инвесторов через те же самые ETF-ы, на фоне позиционирования макрофондов, учитывая идею слабости американского доллара, и рыночный сантимент, который все так же показывает нам очень красивые значения 70-30. 30 – это, разумеется, меньшинство, и оно сейчас остается в длинных позициях. В общем, фон за то, чтобы золото в очередной раз обновило исторические максимумы, и в этот раз уже перевалило за 2600 долларов за тройскую унцию. Но, как вы знаете, такие важные события, как заседание Федрезерва, они могут провоцировать первое время, не совсем ту реакцию, которую ожидает рынок, поэтому могут быть и довольно глубокие коллекционные откаты. Евро против доллара 1.11.20 текущие котировки. По-прежнему обсуждаем итоги заседания Европейского центрального банка. Да, ставку снизили, но неоднозначный эффект от исправительных заявлений. Непонятно, что будет делать ИЦБ дальше. Но и, наверное, акцент на то, что Лагард так и не прокомментировал перспективу дальнейшего снижения процентной ставки. Это разочаровал участников рынка, потому что многие рассчитывали, что ИЦБ будет снижать ставку прямо на каждом заседании до конца этого года, как это будет делать американский регулятор. Но, судя по всему, этого не будет. Я предлагаю, раз уж ИЦБ сделал большой акцент на то, что все зависит от данных, дождаться завтрашних релизов по индексу потребительских цен и уже попробовать порассуждать с учетом того, что произойдет с инфляцией, как это может отразиться на политике европейского регулятора. А на текущем этапе я предлагаю также расслабиться и не забывать про идею того, что евро будет расти, потому что снижается курс американского доллара. Фунт против американцев 1,32, новые локальные максимумы. Ждем фунт еще выше. И, скорее всего, основное движение по этой валютной паре придется на заседание Банка Англии, на котором британский регулятор отметит то, что слишком рано снижать процентную ставку. Я очень рассчитываю на это. И прежде чем мы переключимся на заседание Банка Англии, у нас также, как и в ситуации с ЕЦВ, будет возможность поанализировать актуальные данные по индексу потребительских цен. Они выйдут уже завтра. В доллар-иену, друзья, мы достигли нашей цели 140, сейчас котировки 140.72. Какие-то дополнительные активности я бы не рекомендовал предпринимать. Сейчас лучше дождаться уже, как рынок отреагирует на заседание Федрезерва и потом принять решение. Все же, есть ли основания у нас говорить о том, что Банк Японии точно повысит процентную ставку? Кстати говоря, заседание Банка Японии уже в конце этой недели. Поэтому я предлагаю сейчас сохранить статус-кво, именно последить за решением Федрезерва и в четверг уже вернуться снова к оценке перспектив пары доллар-иена. Но с большой долей вероятности мы снова найдем основания для продаж повторных, как минимум с прежней цели 140 иен за день американский доллар. Доллар-канадец 1.3595 текущей котировки. Рекомендую следить за данными по инфляции. В Канаде, которые выйдут сегодня, ждать снижения. Показать в годовом выражение с 2,5 до 2,4%. Соответственно, это повысит вероятность смягчения канадской монетарной политики. И на этих выходных в интервью глава Банка Канады Тиф Маклим дал понять, что Банк Канады не просто снизит процентную ставку на следующем заседании, но, скорее всего, сделает это таким же решительным шагом на 50 байсных пунктов. Но главное, чтобы индекс потребительских цен снова снизился. Поэтому путь для движения вверх у пары доллар-канадец открыт. 1.37 – это ближайший целевой инсир. Здесь игнорируем идею слабого доллара, потому что слишком уж больно канадскому доллару из-за смягчения национальной монетарной политики и обвала рынка нефти. И что касается американского фондового сектора S&P 500 – 5632 пункта. Цели – это исторический максимум. Они будут достигнуты, уверен, уже в ближайшее время. А тем временем Dow Jones оказался первым локомотивом, скажем, среди фондовых секций США. Три американских индексов. Уже вчера обновил исторический максимум и превысил отметку 41.630 пунктов. Дальше будут, друзья, NASDAQ и S&P. В общем, ждем. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.